Всем привет! В преддверии открытия рынка земли латифундист решил разобраться и рассказать, кому же принадлежит аграрная Украина. Итак, поехали! Начнем с экс-президента Украины Петра Порошенко. 31 октября 2019 года уже не первое лицо страны владел агрохолдингом Укрпроминвестагра, который обрабатывает 120 тысяч гектаров земли и располагает двумя сахарными заводами, возглавляющими топ-лидеров данной перерабатывающей промышленности. Однако с указанной даты конечным бенефициаром компании стал его старший сын Алексей Порошенко. Может быть, отец почувствовал угрозу бизнесу при новой власти. Что же касается сына бывшего президента, то в период с ноября по декабрь прошлого года Алексей Порошенко стал бенефициаром и ряда других аграрных предприятий. Агропродинвест, управляющая компания, продовольственная компания Подолье, Заря Подолье, Венецкий кабинет хлебопродуктов номер 2, Днепроагролан, Иванковцы, Массагра, Правобережная и Прогресс НТ и получил часть кондитерского бизнеса Рошен. Ну а пустим сладости и расскажем, что же досталось, так сказать, по наследству Алексею Порошенко. История предприятия и его отца Укрпроминвестагра ведет свой отчет с 2000 года, когда были приобретены контрольные пакеты акций Венецкого комбината хлебопродуктов номер 2 и Крыжопольского сахарного завода. Сегодня компания находится на 10 месте в рейтинге топ-100 латифундистов Украины и ведет свою деятельность в Венецкой, Житомирской, Черкасской, Полтасской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В 2016 году одно из предприятий Укрпроминвестагра стало героем одного из скандалов. Собственник агропредприятия Колос Константин Дударь обвинил Гассинский сахарный завод, который принадлежит агрофирме продовольственная компания Заря Подолья, в попытке отобрать его земли. Конфликт возник из-за того, что, по словам фермера, часть обрабатываемых им земель оказались оформленными на президентскую компанию. В свою очередь, Заря Подолья апеллировала к тому, что документы Дударя находились в Старом реестре, и об их существовании регистратор не знал. В итоге выяснилось, что спорные земли были с обеих сторон. Сегодня Укрпроминвестагра занимается несколькими направлениями деятельности. Это выращивание сельскохозяйственных культур, сахарной свеклы, пшеницы, сои, кукурузы, подсолнечника. Для хранения собранного урожая компания располагает собственными мощностями объемом 120 тысяч тонн. Также широко используется технология хранения зерна в рукавах. Животноводство компании представлено молочным и мясным животноводством. В частности, здесь выращивают свиней. Занимают лидирующие позиции среди производителей и экспортеров продукции переработки зерновых. А по итогам 2018 года компания произвела 292 тысячи тонн сахара и стала третьей в стране по объемам производства этого продукта. За последние годы Укрпроминвестагра отметился в ряде рейтингов. В прошлом году предприятия компании заняли третье и пятое место среди крупнейших экспортеров сахара, а в 2017-2018 марта в новом году стали третьими и шестыми в рейтинге предприятий экспортеров сахара страны и получили бронзу в топ-10 производителей сахара в Украине. Напишите в комментариях, доводилось ли вам сотрудничать с данным холдингом? Какие впечатления на вас произвела компания? Если вам понравилось видео, ждем от вас лайки и подписку на наш канал, а также предложения о чьем бизнесе вы хотели бы узнать в следующем видео. На этом все, до встречи!